Приветствую Церковь, народ Божий, братья и сестры, всем тем, кто меня знает, рад сегодня вместе с вами размышлять над Словом Божьим. Знаете, хотел бы сегодня поговорить на такую тему, или чтобы тема нашего размышления, она была «Будь ревностным до конца». Почему я об этом говорю? Потому что очень важно иметь эту ревность и не потерять ее. Поэтому очень важно сегодня в нашей жизни дойти до конца. Очень важно в нашей жизни сегодня не ослабеть веры, не уйти в сторону. Знаете, потому что жизнь, она показывает сегодня нам в разных образах, в жизнях друг друга, с людьми, с которыми мы сталкиваемся, что могут быть вещи, в которых мы можем останавливаться, опускать руки побольше, когда мы возвращаемся в старую жизнь. Знаете, война в Украине сегодня, она проявила очень многих людей. Она показала очень многие сердца людей и их основания, которые были построены на песке. Потому что очень многие люди, когда пришла война, у них разрушились браки, у них разрушились отношения с Богом. И люди ослабели, и люди ушли в другую сторону, ушли с церкви, ушли в мир. И сегодня это реальность. И в первую очередь звонки, звонок для каждого из нас. В первую очередь для того, чтобы анализировать свое личное, свое сердце. В книге Евреев, 6 глава, автор предупреждает получателей быть осторожными, чтобы не отпасть от спасения и не ослабеть веры. 6 глава, 11 стих, я прочитаю. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и дало терпение наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог ни кем высшим кляться, клялся самим собой, говоря, истинно благословлю тебя и размножу тебя. Итак, Авраам дал терпение, получил обещанное. Вы знаете, почему сегодня люди уходят в сторону? Почему сегодня люди уходят в мир, выбирают сегодня легкий или, как Библия говорит, широкий путь? Знаете, потому что люди теряют веру. Люди теряют надежду, или они не имеют надежды в своей голове, либо их вера, она поверхностная. Знаете, это состояние, когда ты проходишь какие-то трудности, или в твоей жизни есть какие-то испытания, и твоя плоть, твое тело, оно говорит, всем все равно. Никому нет для тебя места, никому для тебя ты не интересен. И человек, когда он уходит утешение в других вещах. Но знаете, Бог, он клялся самим собой в этом тексте, что он не уйдет, что он будет с нами до самого конца, если мы стремимся к нему, несмотря ни на что. И знаете, если смотреть, что было именно Авраама, потому что автор послания, он говорит нам о своем желании, он говорит, желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности и надежды оказывал такую же ревность до конца. Одним словом, автор говорит, чтобы мы были уверены в надежде, которую мы приняли в Господе нашем Иисусе Христе до конца, чтобы мы ревностно, ревностно и имели ревность и долготерпение, дабы мы не обленились, он говорит. Потому что мы можем сегодня остановиться на полпути, мы можем сегодня остановиться на каких-то трудностях, можем сегодня остановиться в каких-то грехах. И автор говорит, чтобы мы были до конца. Очень важное. И дальше он приводит примеры людей, примеры патриарха веры. Он приводит Авраама, и он говорит, Бог, давая обетование Аврааму, как не мог ни кем высшим клялся самим собой. Знаете, что имел Авраам для того, чтобы не терять эту веру, надежду и долотерпение? Он имел обещание Богу. Он имел обещание Богу, он имел веру, он имел надежду и он имел терпение. Если смотреть, знаете, терпение, терпение это воля Божия на земле. И вера в Господа это его воля для каждого человека. Потому что надо, чтобы каждый человек веровал, что Бог есть и ищущий Бог воздает. Вот именно терпение и вера это воля Божия. Терпение это продукт нашей веры сегодня. Вера это плюс терпения, без этого никак. Если смотреть, терпение это плод Духа Святого в нашей жизни, когда мы идем вперед. Если смотреть, знаете, у Авраама было именно долготерпение в вере. Потому что если смотреть, именно долготерпением он достиг обещанного. Терпение это, знаете, это умение идти к цели через разные преграды. Умение это, терпение это умение сохранить вот это внутреннее состояние своего Духа, когда есть скорби. Терпение это мужество, которое проявляется сегодня в твоей жизни, когда ты идешь за Богом. Знаете, и терпение сегодня это то, что хочет сегодня от нас Бог. Чтобы мы имели тогда терпение, чтобы мы шли вперед до конца, чтобы мы не останавливались, а были с Богом. И Бог поклялся самим собой, что Он будет с нами до конца. А пускай Бог в этом.